здравствуйте мои дорогие зрители ребята развивают гигантскую скорость при спуске со всех частей смотрели другая это традиционная соревнования называлась горы спуск на деревянных машинках деревянные раньше это были соревнования на деревянных самодельных машинках сварные металлические конструкции да-да-да ребята слева пытаться раскачивать я почитал комментарии ученых и они говорят что так лично это грузовик ребята справа лаймовые едут правильнее аэродинамичнее мы обогнали он думает он думает что он если бы так раскачивать то быстрее типа сделает можно просто раз таки тела движения я чувствую сам сом я доминирую я доминирую я не жаю это рулят веревкой и вот правильно пригнутая видишь он перегнал нам предстоит проехать 15 километров до финиша и въехать хочу поворачивать жена отремонтировать там щеки-то машина это видимо все перекрыли наверное который патрульная проверяю технически это прекрасно любо-дорого посмотреть на такое в этих соревнованиях 5 категорий детская женская элитная категория бабушкина видимо с классическими деревянными машинками а также с накачанными шинами женщины платят 5 долларов а мужчины 10 долларов несправедливо своих категориях получают это собранный призовой фон а получается наоборот женщинам получается приз меньше больше мужчинам сами с билетов марка быстро обогнал тех ребят с берем с билетом и ноут участники платят преимущество аэродинамики закончилась сейчас нужно мастерски пройденных поворотов по более оптимальным траекториям чтобы вырваться вперед уже город начинается части гонки в городе возникнут непредвиденные препятствия что за тормозят идущих спереди гонщиков сейчас позже на право нас ждет пригород какой-то зависит от того крутой поворот щеки спереди и наши братьям ой-ой-ой суши скорость то я эту штуку в центре перевернуться что защиты нет ничего гора и наиболее эффективно будет внутренняя траектория начинает марка заворачиваю смотри всего трое не 4 стали слушать и может а не а у россии думаешь может нужно держать вас к спереди к пилот откился назад для лучшей скорости показала смотри включаться дорожная ярость не можем с научной точки зрения так сказать покритиковать его аэродинамику эти два резких поворота пошли на пользу нашим братьям недавно поставили решетки чтобы наши гонщики не вылетали на гигантских скоростях слава богу с них уже не собрать траекторию гонщика перед ним чтобы использовать все они так сильно оторвались перейти воздуха для себя воздух за гонщиков перейдите погонишь не стоит на месте ножка убежать проехать быстрее и снит на морковку футболка слогати помрали дакар видимо это бюст замотанный какие-то мега тряпки проезжать не кипит стоп в котором судя по вывескам торгуют приманка для рыбы поношенную обувью есть ресторан и даже меня ты для развития мясного евро на холмики спорта пришли поболеть за своих гонщиков также на протяжении национальной полиции и далековато 1 затрета на время гонки видимо то тревоги что они стояли как будто ранее . соли про олимпийские игры и один чувак вставил себя маленький двигатель точно вообще жесть они все начали неровно не одновременно скоро здесь будет довольно медленный промежуток где потребуется тщательный микроконтроль возможно некоторые копилоты опять будут трепыхаться доход назад как поздно за грибами и соответственно ошибутся в аэродинамике марка повернулся и что рассказал сезару возможно говорит включая гороховый суп надо пошло классные мероприятия в эквадоре жалко чтобы не поучаствовать нужно доволочь и догнал смотри на повороте буду сыпался за оружие самому щепет глаза начинает так а воздух пытался ускориться типа марка занимает аэродинамическую позу как будто не замедлились убрать и зубы качает доминирует мы видим шлем осмотрим еще один месяц нам да очень интересно было бы узнать если не понимаю это видимо на инерции мы же вверх понимаем или может их снимает просто камера не знаю но до южной америки действительно далеко и дорого шлема сезара мы не видим во всем он качает пупчики свои нитро пробивает на нагоняю от лидеров кофе чтобы этот пауэролл был пройден по более короткой траектории он садится как будто с джойстиком перед приставкой детской все теперь все серьезно а термистов пойти на пользу и скорости неудобно но приходится видите тело движения марку стоили довольно большого расстояния до передних гонщиков запрещено левую полосу она зарезала нитро но как было бы приятно каждый день так ездить на работу не очень жгом довольно миланю чем на на некоторых отрезках ну и воли кто попытался заставлять не страшно что не может тормозить и можно тормозить этому тормозу есть не скорость нужной тяги как во флинстоунах это было бы тяжело же оторвались передние обидно вообще сильно оторвались очень далеко используя все трюки руками маши справа проезжая хороший забор и богатый въезд на видимо начнута частную горную резиденцию слева пункт контроля и кафе для зрителей марка показывает что с ним все в порядке к сожалению мы не видим честно все далеко глянь никуда и поэтому ускорить скорости чтобы догнать впереди идущую гоню наоборот не свалился поэтому легче стало поэтому поехал быстрее тут 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 балла сбросить воздушных шаров как оглядывается сейчас будет производить поворот постройки становятся все чаще мы все ближе к городу пифа в котором кстати гонка не заканчивается и некоторые промежутки и не видно серьез говорю преодолены на ногах как на скейтборде придется ногами себе помогать там городе прикинь ку сезар видимо опомнился начинает гипервентиляцию идуть назад скорость увеличивается вы только представьте с карьеру смотри струкции так вот настолько долго съезжать с горы я не хочу увидеть они вообще не видно оставляет такие услуги недалеко от россии есть хороший повод отметиться в комментариях резкий поворот налево такие шансы но это не те которые веревками рулят видите на каком-то более высокотехнологичном болиде кстати там можно было рассмотреть что они в неких жилетах возможно совсем маленькие моторчики интересно если на себя надеять большой вес увеличит ли это твою скорость при спуске мне кажется нет да что же мы въезжаем в город кстати если этот маршрут проследить по google maps то еще пять лет назад не было этой полосы слева здесь все прибрали по настроению люди появились марка объезжает толпу не стал узнавать сколько очков дают за этих людей трассу-то отремонтировали а вот внутри города в том числе и мощеные дороги гидра вот так вот ехать мощно надеюсь братья зумба действительно отсидели свои ноги я надеюсь братьям зумба там капы стоят хоть какие-то а то они мне зубов лежатся на таких дорогах не вас будет тот отрезок трассы где нужно ножками в ножную протащить стопа пошел марка подается зару знак давай 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 пора как будто долго все они просто бегут а как это у них так на я не знаю не спит он прекрасной позе стоит не просто смотри как-то они с горы все ехали ехали как будто даже в горы ехали а тут ногами дороги плохие наверное уже ну зачем-то вставляет себе в колеса реально аквадорская традиция о которой мы не знаем хотя я хочу полки вставлять я не знаю спереди вроде виднеется не одна команда они там все затормозили смотри да 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 давай быстрее бежи 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 было бы классным был силач просто себе на плечи взвалил бы эту машинку и дусь 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 говорит сезар давай давай как-то поживее палочкой нет рано сел рано ты сел рано ты сел моё рано скорение пошли скорости тут плитка а у переходим в городской драк дрифт модные голубые перчатки сезара которыми он держится за раму этого именно хороший массаж такая тряска лучше нормальная дорога нет это важно для тех кто много сидит визжа в туннель филосики геморроя магазинчик дегу это молоко сыр товар для школьников все в одном месте в этом же квартале находится не видно вообще что значит покупка слушай зачем делать реально дорогу из плитки это же очень удобно это же капец машины нет там разметка желтая не подразумевали машина будет ездить смысле не подразумевали тут же жилые дома я вам тут будут машины проезжать и парковаться что за бред зачем плит чего это же вообще как пешеходка по логике должна быть не в целом мы находимся в дальних дальних пригородах столицы эквадора дорога немного отличается от основной горной трассы зато так попрыгивать веселее скорость пока есть уже уже хорошо бежал обидно дороге тогда как марка все ямы собирает они обгоняют без шансов владение конюшней германа ссор с братья ссор с держат лошадей и катают на них детишек 10 долларов за час плюс еще дают что-то пожевать бутербродик и напиток резкий поворот направо по свой ой резкий резкий короткой траектории как будто дорога получше она уже не мощеная а сколько-то замедлились сейчас нет пути к до замедлились а мы качаем он тоже начал доминировать но зачем это же замедляет нам не доминировать на положиться спина чтоб болела чтобы спина болеть не будет понимаешь движение неделикатное я повторюсь что судя по научным комментариям под этим видимо мага и не продолжай скорости никакой не дают с нуля помогают сдвинуться с места тоже помогает будет наши сердца марка не знают как там дальше поэтому что прекратил да я не знаю говорит как дальше спереди соперники обгоняют ребенка на колес на велосипедике ребенка преимущества любаясь педали он может себе ускоряться не надо где есть бизнес лучше но цена на сайте не указаны надо звонить мальчик на велосипедике тоже участвовал то как он крутит педали наводит марка на мысли что ж мы так медленно едем то сезар то погодите сезар выпал что ли да смотри не пустое сиденье поход за решает работать ногами хоть как-то ускорится проезжая магазинками я убежали продажи электроники я так что заметила знаешь что надеться твой гамме марио у нас синие штанишки красная кофточка посмотреть зуба видимо за кадром толкает болит вперед переходим на мясную не успеть никак не торговый центр на первом этаже там можно купить мороженое справа люди на остановке ждут авто поискому просто первого крыта и поняла как будто не доехать у хэкшен сервис и автомойку такое ощущение что братья зумба уже в гору поднимаются они устали устали но сейчас видимо очень медленно вообще медленно давай давай хоть немножко то-то добавить еще зади обгонят а сколько интереса был участников и может последним все уже не очень такая коляска тяжелая что не знаю тяжелой плоти наоборот юра говорит лучше унылый медленный этап на берет палку сейчас будет бить по прохожим вывеска спады униас спады ногтей нет времени цезар едем дальше ведь действительно если жить в горах а на работу и ездить в пифа можно очень хорошо сэкономить на бензине правда да как обратно забираться об этом я забыл быстрее давай больше скорости дай толпа болельщиков собралась в начале финальной а уже все финал увидел опять скорость подожди а как а там же все не про это давить людей типа надо или что ли марка решает подавить немало пальцев от него сказали смотри кто такой чел ну-ка сходи разберись дом арк шо разберемся но встает видимо для того чтобы было больше 3 очень быстро покажут фак марка зомба ему чем-то насолил еще не прыщать до марка говорит реки насколько все плохо а и поменялись местами сейчас я буду делать покажите ну так орали друг за другом матерились да вот ему не нравилось как там цезар качался мы впервые видишься за разума он ветровке gopro и своих замечательных голубых перчатках марка используют какие-то свои стратегии ускорения и вроде бы раньше эти бы видно как у них не получать возможно не поменялись потому что сезар устал даже открыл забрала шлема чтобы отдышал дышать тяжело смотри реально они должны были остаться те которые рулили веревкой да вы видели неудачники динамики молодой человек на велосипеде как будто издевать это серьезно будет скоростной участок первая цель догнать этого выскочка велосипедия переносит массу левее сезар мог бы отстраниться немного назад но видимо напряжён ему не до этого а все финиш машут некий флаг аквадора заворачивает на парковку рядом с приходским футбольным стадионом хуже хуже только веревочные раз два три четыре пять короче предпоследнее место походу то сказали какие-то веревочные еще остались которые на последнее место как ну как или капец марку и цезарь зумба гонка в 15 километров пройдена примерно за 14 минут в категории накачанных шин дорогие зрители я надеюсь вам понравилось это видео вам здоровья добра любви и процветания этом внимания до свидания обидно обидно обиду скопец почему они сли хорошо даже обогнraelя короче я думал мы как бы победители как обычно сейчас покажем как нам하죠 все а нам повторили красиво просрали а стибет последнее место например то еще веревочки горит остались начи Tehman гу прошку поистине на первого номер почему что было видно что это мы виде к мы побеждаем вау первое наоборот было бы ещеoby не проиграть в первом такisi мы бы не видели либо сзади вот этих прекрасных телодвижений. А что вам всего бы упустили? Короче, вот такая реакция получилась. Спасибо большое за просмотр. Пока. Неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим? А может лучше это? Сложный выбор. Спасибо.